В сегодняшней подборке будут новинки этого года, или же сериалы, которые лично мне удалось посмотреть в этом году. Как всегда, я вам расскажу, какому уровню подойдет каждый сериал, и в этот раз я решила разбить их на группы по жанрам. Меня зовут Света Логинова, я методист и преподаватель в Ингликс. Are you ready? Then buckle up. Начнем мы с вами немного с ванильности, и представители первого жанра — это любовные истории, либо драмы. Сериал 2020 года Love Life или Личная жизнь. Пока вышел только первый сезон, в котором героиня Анны Кендрик ищет свою любовь. Это романтическая комедия, так сказать, антология о любви в 10 сериях по 30 минут. Каждый сезон расскажет историю о поиске любви главного героя. У авторов этого сериала есть теория, что для того, чтобы найти своего мистер Райт или миссис Райт, нужно повстречаться с семью лягушками. То есть, грубо говоря, иметь семь партнеров, и восьмой будет тот самый. Теория, конечно же, интересная, но и наблюдать за главной героиней было тоже довольно-таки интересно. Я думаю, что этот сериал подойдет уровню интермедиат и выше. Сериал 2019 года. Называется Modern Love — современная любовь. В сезоне восемь серий. Каждая серия рассказывает о любви во множестве ее форм. Тут мы с вами встретим и романтическую любовь, и платоническую, и семейную, и любовь к себе. Очень интересное повествование оказывается достаточно всего лишь 30-40 минут, чтобы раскрыть героев, их стремления и их мотивы. Этот сериал также подойдет уровню интермедиат и выше. Последний сериал в этом жанре называется Normal People или Нормальные Люди. Также вышел в 2020 году. Этот сериал снятый в Ирландии, основан на одноименном бестселлере. Так что, если вы устали от американского произношения в сериалах, вы можете переключиться на ирландское. Почему бы и нет? История расскажет о первой любви, о трудностях взаимопонимания, о том, как один человек может изменить практически все в твоей жизни. Такая себе, знаете, bittersweet love story с убедительными героями и безумно красивыми ирландскими пейзажами. Я бы порекомендовала смотреть этот сериал с уровнем интермедиат и выше. Главное, включите субтитры, только английские, если вы что-то не понимаете из-за акцента. Следующий наш жанр — это комедии. С комедиями в прошлом году, прямо скажу, было туговато. Ну, какой год? Так что единственное, что я могу порекомендовать в этом жанре, и прямо скажу, что это один из моих фаворитов, — это сериал Afterlife. Британский комедийно-драматический сериал, снятый Рикки Джервейсом. Он там и снимается, и режиссирует, и продюсирует, и сам сценарий пишет. В общем, мастер на все руки. За что я люблю этот сериал — это за тонкий британский юмор, прежде всего. И за то, что когда ты его смотришь, создается ощущение, что ты смотришь какое-то реалити-шоу. Так хорошо и убедительно играют актеры. Я бы порекомендовала смотреть этот сериал, если у вас уже есть уровень Up Intermediate, потому что для того, чтобы понимать юмор, шутки, нужно уже владеть английским на очень хорошем уровне. Если вы знаете какие-то современные комедийные шоу, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Я буду очень рада каким-то советам от вас. В прошлом году я открыла для себя новый жанр сериалов, который называется Docuseries или Documental TV Series. Это документальный сериал, то есть все герои в нем настоящие, и все, что с ними происходит, это не вымысел, а реальность. Иногда на производство таких сериалов уходят года и даже десятилетия. Например, Tiger King, который я рекомендую просмотру, снимался в течение пяти лет. Пять лет для того, чтобы мы с вами увидели 10 серий по 45 минут. То есть я тут сижу, жалуюсь для того, чтобы записать там 10-минутное видео, мне надо потратить два часа, люди снимают по пять лет. Сколько это, в общем, получается? 450 минут эфирного времени. В общем, нечего жаловаться, такое говоря. В этом сериале нам рассказали историю Джо Экзотика, владельца частного зоопарка. Сразу хочу сказать, что этот сериал не для слабонервных, в нем куча ругательств, присутствует насилие, это история о преступлении. То есть это реально произошедшее преступление, в котором обвиняют Джо Экзотика. Поэтому, если вы готовы к такому формату, к такому контенту, то, пожалуйста, посмотрите. Я рекомендую, время пролетит незаметно. Мне понравился сериал безотносительно каждого из героев, скажем так, за то, какие были нереальные повороты сюжетов. То есть после каждой серии ты просто сидишь и думаешь, такое выдумать трудно, не то, чтобы поверить, что это реально произошло. Для того, чтобы смотреть этот сериал спокойно, я думаю, вам нужно владеть английским языком уже на уровне, а потом не где-то выше, потому что в нем очень много сленговых выражений, я уже об этом говорила, что язык не фильтруется. Поэтому будьте готовы к тому, что там можно встретить много чего интересного, полезного и не очень. Также в жанре докусерийс я бы вам порекомендовала посмотреть сериал The Last Dance, документальный спортивный мини-сериал. Сюжет развивается вокруг карьеры баскетболиста Майкла Джордана и его выступления за Chicago Bulls в 1997-1998 годах. В частности, это последний сезон Джордана в команде. Даже если вы не поклонник баскетбола, я уверена, что этот сериал вам тоже понравится, потому что все мои поклонники красивой и увлекательной истории. Следующий жанр, наверное, один из моих самых любимых, что в литературе, что в кино, это антиутопия. Кстати, если хотите, я вам потом могу составить топ моих самых любимых антиутопий. Может быть, вы что-то еще не читали из этого жанра. В 2020 году выходит сериал Brave New World, и, естественно, как только я вижу название, я сразу же нажимаю клик, смотреть, и пропадаю из сети часов на 9. Не, на самом деле не так, чтобы этот сериал прям суперсильно захватывал, но в целом жанровые особенности можно прям проследить. Это американский фантастический сериал, и, как говорят сами авторы, это аллюзия на одноименно известное произведение Олдеса Хакслина. Если вы читали книгу, то мне вас жаль, потому что книга совсем не походит на то, что мы увидели в сериале. Ну а что поделать? Современные тенденции диктуют авторам, что они должны снимать определенный тип кино. Так что, если вы можете закрыть глаза на то, что в этом сериале будут обнаженные сцены похлеще, чем финальная сцена в парфюмере, то я вам могу порекомендовать этот сериал. Но в целом мне этот сериал понравился за счет очень красивой работы оператора. Я думаю, что этот сериал подойдет тем, у кого есть интермедиат и выше. Нужно просто принять как данное, что в нем будут такие слова, как, например, «Сома». Это наркотик, который был в свободном доступе для всех жителей этого города. Ну, таких слов немного, могу сказать. Следующий сериал в этом жанре, который называется «Love. Cat. Robots». Честно вам скажу, когда я увидела название, я подумала, ну, вообще креативно. Просто вот. О чем сериал? О любви, о роботах и о смерти. Ну, на самом деле, они и не соврали. Сериал действительно об этом. Тебе так сразу в лоб говорят. Вот, будет про это. Любовь про смерть, про роботы. Спасибо. Понятно. Это американский анимационный сериал «Онтология», состоящий из короткометражных анимационных фильмов разной длины. То есть там вы увидите серию на 5 минут, также серию на 15 минут. Главное, что каждая серия будет рассказывать какую-то историю. Несмотря на то, что это анимационный сериал, то есть вроде как бы ты смотришь мультики, но он рассчитан на взрослую аудиторию. Потому что некоторые моменты нарисованы настолько натуралистично, что тебе казалось, да, если бы это вот в реальности произошло, это не было бы так отвратительно, как то, что вы мне показали. Следующий жанр, тоже один из моих самых любимых, это научная фантастика или science fiction. Но я думаю, что вы уже догадались, что я не зря сижу в этом слюдшоте, потому что в 2020 году мы с вами увидели финал второго сезона сериала «Мандалориан» или «Мандалорец». Если вы не смотрели этот сериал, то вы даже не представляете, насколько сильно я вам сейчас завидую, потому что мне хочется самой себе стереть память, чтобы посмотреть его еще раз, и чтобы еще раз просто от сентиментальности захлебнуться чувствами и сидеть и рыдать, как будто тебе снова пять. И ты смотришь «Короля льва» и вот это все. Вселенная «Звездных войн» просто огромная, в ней куча событий происходит и с многими героями. И в то время, когда тебе никогда в жизни не могло прийти в голову, что наемные убийцы могут стать какими-то положительными и протагонистами истории, нам показывают, что все возможно. Главное в это верить. Для меня это сериал олицетворение того, что бывает, если дать бюджет не просто унылым профессиональчикам, а людям, которые реально фанаты, которые ценят Вселенную и хотят сохранить это настроение, которое было у Джорджа Лукаса в его первой трилогии. В общем, я рекомендую, но могу сказать, что, наверное, это не самый легкий для просмотра сериал, не только с точки зрения английского, но больше, наверное, с точки зрения того, что нужно уже быть в теме, нужно понимать, кто кому кем приходится, какие у них там отношения и так далее. Ну и как же мы с вами обойдемся в нашей подборке без комиксов? И в этот раз это не совсем стандартный комикс там про Бэтмена, про Супермена и так далее, а сериал называется The Umbrella Academy, Академия Умбрелла. Это американский супергеройский сериал, но я бы не сказала, что это каноническое супергеройское кино, где есть злодеи, где есть хорошие ребята, потому что эти хорошие ребята иногда поступают не хуже злодеев. Помните, в прошлом году мы с вами разбирали сериал The Boys, пацаны, и я вам тоже говорила, что в этом сериале не классические супергерои. Вот можно сказать, что The Umbrella Academy также нарушают канон и показывают нам изнанку жизни супергероев. Я бы сказала, что этот сериал несложный для понимания и достаточно уровня интермедиа, чтобы его смотреть, потому что, в принципе, на экране все показано, все понятно, что происходит. Взрывают, убивают, спасают и так далее. И последний в списке sci-fi, Raised by Wolves или Воспитанные волками. Когда я начала смотреть этот сериал, у меня сложилось ощущение, что где-то я это уже видела. То есть не то, чтобы я уже видела похожий сюжет, но вот вопросы, которые раскрываются в этом сериале, явно где-то уже были. По картинке, по сюжету, по тому, как постепенно нарастает сиспенс, у меня сложилось ощущение, что я смотрю какой-то сериал по мотивам чужих. Ну, а потом пазл у меня сложился, когда я узнала, что режиссером первых двух серий был сам Рыгий Скотт, и также он является продюсером этого сериала. Это, наверное, единственный сериал в моем списке, который можно условно отнести еще к жанру ужастиков, потому что некоторые моменты было достаточно страшно смотреть. Опять же, рекомендуемый уровень для просмотра где-то Апплитинедед и выше. Вы знаете, прошлый год был богат на мини-серии, и последняя группа в нашем списке — это драма, классические драмы. Первая драма называется Little Fires Everywhere, или «Повсюду тлеют пожары» с Reese Witherspoon в главной роли. I've always had the best intentions. Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this? В Witherspoon играет богатую, влиятельную женщину, у которой жизнь кажется идеальной. Но все кардинально меняется, когда в город переезжает художница Мия. Женщины разного социального слоя находят точки для соприкосновения, и это приводит к череде ужасных последствий. Я считаю, что этот сериал можно смотреть уже с уровнем Интимидиат. Если будет сложно, то, опять же, включайте английские субтитры, смотрите, останавливайте на каких-то сложных моментах. Главное — попробуйте. Может быть, вам понравится. Следующий представитель жанра называется The Angeline, или «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вы понимаете, что сериал с таким звездным составом просто обречен на успех, при том, что сам сериал еще основан на успешном бестселлере, поэтому все сошлось. Вы знаете, этот сериал интересен тем, что ты до последнего не знаешь, чем он закончится. Мне кажется, что его можно вполне смотреть, если у вас есть уровень Интимидиат, опять же, и Мэша. В принципе, для того, чтобы начать смотреть буквально почти все на английском, уже достаточно уровень Интимидиат, но иногда просто будут возникать проблемы с тем, что нужно остановиться, еще раз перемотать, может быть, посмотреть перевод незнакомого слова, но это естественная практика. Даже сейчас я смотрю иногда сериалы, и некоторые слова мне незнакомы. Я могу остановиться, посмотреть еще раз, либо найти слово в словаре и так далее. Наверное, самый главный сериал прошлого года, топ всех сериалов, о которых я сегодня говорила, это «Ход королевы». Просто чтобы вы понимали, насколько классный этот сериал, этот проект стал самым успешным в истории Netflix. А Netflix много чего снимает. За первые четыре недели его посмотрело 62 миллиона человек. Сериал заслужил всеобщее одобрение критиков за счет игры главной героини, Ани Тейлор Джой, а также за работу оператора и за качественную постановку. Также говорят, что этот сериал получил положительные отзывы в шахматном обществе и поспособствовал возрождению общественного интереса к этой игре. Вы знаете, может показаться, что смотреть этот сериал на английском языке будет трудно за счет специфики, за счет шахматной терминологии. Я вам честно скажу, в шахматах я вообще ничего не понимаю. Даже если бы я смотрела его на русском языке, все термины, стратегии, все было бы мимо меня. Поэтому, когда я смотрела его на английском, я также пропускаю вот эти моменты мимо меня. Я знаю, что, наверное, это не самый правильный подход к просмотру сериалов, но я понимаю, что в жизни мне это особо не пригодится, поэтому там, ну, какие-то слова я выучила, типа «Поун», «Бишоп». Но я понимаю, что в жизни я их особо применять не буду, поэтому как выучила, скорее всего, так и забуду. Но это не самое главное в этом сериале. Самое главное — это драматургия. Я вам от души рекомендую посмотреть. Очень классный сериал. Это был мой топ сериалов, которые я вам рекомендую посмотреть «Новогодние каникулы». Да и вообще, в любое время смотрите их. Я думаю, вам понравится. Вы уже смотрели что-то из моего списка? Если да, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, расскажите, какие были впечатления у вас от просмотренного. Мне будет очень интересно обсудить с вами в комментариях, что вам понравилось. Если же нет, то напишите, какой сериал из списка вы бы хотели посмотреть после моего рассказа. С вами была Света Логинова из Ингликс. Take care and good luck!